Добрый-добрый вечерочек, дорогие мои девчонки и мальчишки. Всё, мы освободили квартиру и выезжаем домой. Надо ехать. Значит так, была я у доктора, анализы мои готовы. С завтрашнего дня мне надо начать принимать или эльтероксин, или эутирокс. Почему-то доктор не уточнила, что именно. Сказала на ваш выбор дозировка 75 микрограмм. Сказала, утром за 30 минут пол таблеточки каждое утро натощак. Вот. Не помню, на чём я остановилась. Дали мне, ребята, медотвод. Прямо справочку дали. Домой приеду, покажу. Доктор сказала, ни в коем случае прививку делать нельзя. Не так всё просто. Сказала, с такими гормонами никто вам прививку делать не будет. Это запрещено, потому что неизвестно, какой будет результат. Так что сказала, месяца 3-4 ещё точно прививку делать нельзя. Но сам медотвод даётся на 1 месяц. И каждый месяц его надо продлевать. Хоть у терапевта, хоть у эндокринолога. Вот такие дела, ребята. То, что мне нужно к гематологу съездить. Мне сказали, обязательно нужно перед тем, как посетить гематолога, пройти УЗИ подключичных лимфоузлов. Если я правильно сейчас говорю, я ещё приеду домой, почитаю. Потому что бумаги взяла и всё убрала. И даже толком и не прочитала. Лейкопения также сохраняется. Лейкоциты ещё до нормы не дошли. Но стали повыше. Вот ещё один вопрос к гематологу. Тоже надо обратиться. Что почему же уже такое длительное время мои лейкоциты никак-никак не доберут свою норму. Добрый-добрый день, дорогие мои девчонки и мальчишки. Сегодня у нас с вами четверг. Уже запуталась в днях. Какое сегодня число, какой день, да? Четвёртое ноября. Мы вчера приехали уже ближе к ночи. В 23, наверное, 15 или 23.30. Вот уже забыла во сколько. Ну, почти в 12 часов мы приехали. Ехали, всё было замечательно, дорога отличная. Но когда мы свернули уже с трассы к нам в сторону Костомокши, вот остаётся нам 200 километров, начался потихоньку вначале моросить дождь, потом всё сильнее, сильнее. И, ребята, такой прямо сильный-пресильный туман. Не было видно вообще ничего. Ехали, пробирались. Поэтому вот именно вот на этом промежутке 200 километров мы на светофорах целый час с Димой потеряли. И потом вот по туману медленно-медленно брели, чтобы, не дай бог, с кем-нибудь не встретиться. Это прямо вообще непроглядная была такая пелена. Но да ладно, добрались, и всё замечательно. Домой поднялись, за Толиком прибрались и сразу бухнулись спать. Потому что, можно сказать, сутки мы вообще не спали. Почему-то, что я, что Дима, на съёмной квартире не удалось вообще поспать. Как-то, знаете, вертелись, крутились. Какие-то, видимо, может, волнения или что. Но всё хорошо. Домой приехали, дома выспались. Ещё, ребята, даже не завтракали. Я вот выпила водички, выпила со своими таблетками. Сейчас вот на аптеку.ру надо мне сделать заказ или в аптеку сбегать. Дело в том, что вот выдали мне, значит, мои анализы с назначением. И выдали мне, вот, ребята, справку. Медотвод. Давайте с медотвода начнём. Значит, я спросила ещё раз. Можно ли мне сделать прививку от ковида? Потому что вы знаете, что сейчас вообще очень сложно. Без вот этого QR-кода в магазины не пускают. Кроме как в продуктовые. Никуда. Ни в кино. Ну, вообще никуда. Да? И доктор мне сказала, что нет. Вам, я повторяюсь ещё раз. Ни в коем случае нельзя делать этой прививки. Мы не знаем, как эта прививка отреагирует в вашем организме. Потому что у вас и так скачут гормоны. Низковаты лейкоциты. И она говорит, мы уже проконсультировались везде в министерстве здравоохранения. И нам дали точный ответ, что у кого гормоны не выровнены, как должно быть, прививка категорически запрещена. Но Минздрав, вот видите, мне прямо тут написано, кто сможет, прочитает. В настоящий момент прививка от НКВИ противопоказана до нормализации гормонов щитовидной железы. Срок на один месяц. Дело в том, что министерство или перестраховывается, или что там у них. Доктор говорит, я сама развожу руками, почему эту справку надо продлевать каждый месяц. Вот на месяц она у меня с 3 ноября по 3 декабря. Действительно, к 3 декабря мне надо уже записаться или к эндокринологу, или к терапевту, чтобы она мне продлила еще на месяц эту справку. Так как доктор говорит, я уверена на 100%, что за месяц мы с вами гормоны точно не выровняем. Вам нужно где-то месяца 4. На месяца 4 нужна вот такая справочка. Это так, что вы или ко мне приезжайте, или у себя там решайте вот этот вопрос. Если мало ли будет вот такое ужесточение, то справку надо будет продлевать. Вот, это первый момент. И второй, вот я хочу вам поделиться своими результатами, какие у меня на данный момент. Потому что знаю, что вам всем интересно. Значит, ТТГ на фоне передозировки меркозалила у меня был 77,3, по-моему. Сейчас я 8 недель была без всех препаратов. Полностью была на отмене. И ТТГ у меня стал 14,5. При норме от 0,4 до 4. Это еще высоковат гормон, но мне назначают, ребята, вот я хочу с вами проконсультироваться, что принимаете вы, гипотериозники. Меня вот интересует этот момент. Мне написали, начать терапию таблеток эутирокс или эльтероксин с дозой 75 микрограмм. Пол таблетки утром до еды за 30 минут. Ну, до завтрака. 75 микрограмм. Это моя будет доза на 3, написано, 3-4 месяца. И вот я хочу у вас проконсультироваться, ребята. Я вот почему-то, я такая дрявая голова. Вот вроде себе список составила, что спросить. Но тут я вот растерялась. Я не думала, что будет написано или, или. Я думала, будет написан конкретный какой-то препарат. Я вот хочу у вас спросить, что лучше? Лучше эутирокс или лучше эльтероксин? Те, кто уже давно принимает этот препарат, скажите, какой, наверное, качественнее или лучше или. Потому что я еще этот препарат вообще не принимала. И буду ждать от вас ответа, который мне очень нужно в скором времени решить этот вопрос. Что же я буду пить и начать принимать? Вот, по поводу дальше вот этих моих анализов, ребята. Лейкоциты поднялись, приподнялись, скажем так. Так, они еще не в норме, но уже вот-вот, прямо хорошо. Сейчас я себе вот. Вот у меня прошлый листок и вот у меня вот этот листочек, да. Лейкоциты у меня были двоечка, сейчас у меня лейкоциты 3 и 6. Это очень хорошо. Еще маленечко-маленечко и заберемся мы в гору. Все будет хорошо. Так, лейкоциты. Сейчас, ребята, я здесь, потому что все расплывается, вижу плохо, поэтому... Так, эритроциты немного просели вниз. Норма от 3,8 до 5,3 у меня троечка. Гемоглобин у меня просел вниз. В прошлый раз у меня был гемоглобин 120, сейчас у меня гемоглобин стал 110. Вот, не знаю, что, почему вот эти вот показатели поползли вниз, понять не могу. Но вот эритроциты стали ниже, гемоглобин стал ниже, потом вот какое-то НСТ. Норма от 36, у меня чуть-чуть не хватает, норма 35. Тромбоциты, ребята, у меня просели еще ниже. Тромбоциты, сейчас, 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 ребята, найду. Норма от 150 до 400. У меня тромбоциты стали 130. В прошлый раз, по-моему, были 140 или 150. Но вот сейчас тромбоциты 130. Вот такие вот, ребята, показатели. Лейкоциты поднялись, остальное все немножко упало. Эритроциты, гемоглобин и тромбоциты упали. Ну, и так как по эндокринологии, ребята, у меня, в принципе, все стабилизируется. Эндокринолог больше мне ничего предложить не может. Сейчас вот мне надо выбрать эутирокс или эльтероксин. И все. И я к ней приезжаю только через 3-4 месяца. Так, вот так в назначении и написали. Контроль анализа крови, ТТГ и УЗИ через 3 месяца. А, да, с осмотром эндокринолога республиканской поликлиники. Вот она мне сказала приехать. Через 3-4 месяца, говорит, записывайтесь ко мне. Ну, это получается, сейчас у нас ноябрь, да. Вот я была 3 ноября, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, или в феврале, или в марте. Я должна обязательно к ней записаться и приехать. И так как у нее тут все более-менее нормально, не считая там анализов, с которыми она, естественно, наверное, не может разобраться, что там, почему. Почему так долго лейкоциты низкие, эритроциты, тромбоциты, почему это все падает, вернее. То мне она сказала записаться, вот я вам уже говорила, гематологу. Гематологу я записалась на 17, на 17, ребята, ноября, на среду, на 8.30, по-моему, номерочек у меня там в сумочке лежит. Вот, так что, надеюсь, гематолог уже мне объяснит, в чем причина. Перед тем, как я пойду к гематологу, мне, она сказала, нужно пройти свежие УЗИ. Вот, посмотрели, чтобы вот эти вот подключичные все лимфоузлы. Что там, как там. И кровь, вроде бы, она сказала, пока можно прийти вот с результатами вот этими, но если доктору что-то не понравится, естественно, доктор уже сама делает дальнейшие все назначения. Она говорит, ну, возьмите вот УЗИ свежие и вот эти вот анализы. В принципе, да, анализы эти, наверное, будут действительны, потому что пройдет всего две недели. Вот такие вот, ребята, новости у меня. Так что, самочувствие нормальное, немножко еще горло подтягивает, но, слава Богу, вот я пью все теплое, ничего холодного теперь не пью, все хорошо. Хорошо, сейчас видео вам смонтирую и будем завтракать, ребята, завтракать будем, время половины второго дня. Вот так вот мы сегодня отсыпались, дрыхли, можно сказать. Но я проснулась, конечно, наверное, часов 12 еще не было, Ну, я, знаете, так, пока медленно водички попила, потом пошла намылась, постельку заправила. Вот время идет. Ну, погода, конечно, шепчет. Дождь идет и идет, ребятки. И, конечно же, я забыла вас поздравить с праздником, с Днем Народного Единства. Всем желаю добра, счастья, мира на земле. Дружите, улыбайтесь почаще, будьте добрее, все будет замечательно. И еще я хочу поблагодарить Мариночку из Мурманска. Марина, привет! Спасибо, спасибо тебе большое за помощь. Мне очень и очень приятно, и я очень тронута. Спасибо большое. Всех, ребятки, обнимаю, всех целую. От меня вам теплое-теплое сердечко. И всем пока-пока. Увидимся с вами завтра. Если сегодня к вечеру дождик перестанет идти, то мы пойдем с Димой погулять. Но я еще раз скажу, не знаю, получится ли заснять нашу прогулку, потому что очень рано у нас темнеет. В 5 часов уже темень-темень непроглядная. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok